МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на тест-драйве программы Автоньюз вы увидите уникальный аппарат, собранный руками человека, живущего в Свердловской области. Человека, который создал нечто среднее между квадроциклом и лодкой. Посмотрите, как выглядит передняя часть. Здесь есть специально откидная вещь, которую можно открыть и посмотреть, где ты плывешь, например. Она специально даже на уключенных маленьких сделана. Цельнометаллическая, кстати, водонепроницаемая. Обратите внимание на высоту. Благодаря огромным просто баллонам он приобретает, во-первых, плавучесть, проходимость, ну и, конечно, благодаря клиренсу пролезает практически в любые ямы. Такой техники не создается вот так вот просто. Она делается для каких-то специфичных целей, может быть, для выездов на рыбалку и охоту. Но любители вездеходов знают, когда ты едешь с большой компанией куда-либо, это не просто проехать куда-то, это максимум удовольствия. Надеюсь, мы его сегодня получим. Знакомьтесь, господа, это Евгений, автор проекта. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о технической составляющей. Из чего состоит этот вездеход? Двигатель, коробка, откуда это все взялось? Двигатель Volkswagen Golf. Дизельный? Дизельный. 1.9, торбодизель. Коробка его же. А были какие-то сложности с постановкой той же самой коробки? Может быть, какие-то интересные инженерные решения? Агрегат переднеприводного автомобиля в этом варианте развернут вдоль. Соответственно, привода крутят мосты, и вот это получается понижение. Мосты у вас военные, редукторные, рама самодельная, с профильной трубы. Какие-то ситуации, когда приходилось прям бросить его, чтобы он не проехал, были? Пару раз было, что я останавливался, мне приходилось ветки рубить, подкладывать, либо цепляться, либо меткой. Если собирать вручную такой вездеход, то есть где-то не на производстве, а самому, сколько по времени примерно занимает? Если не брать перерывов, которые я делал сам, двухлетних, где-то за год, за полтора, так не спеша. Сколько примерно стоит такой проект? Ну, в этой машине бюджет около 300 тысяч по запчастям. Будете доводить до ума, еще какие-то вещи добавлять? Ну, оформить надо, зашить кабину, делать крылья, оптику другую поставить. Как залезть на второй этаж? Способ простой. За неимением другого. Начинаешь цепляться за каждую возможность. Хоп! И все. Я наверху. Поехали! Первая передача очень тяговая. Можно дальше двигаться уже на второй. Правда, непривычно переключаться, потому что ты привык, допустим, в одну сторону это делать. А тут все делается зеркально. Огромные, конечно, баллоны позволяют спокойно двигаться. Вот их можно перед зимой еще подздуть, чтобы потом передвигаться, допустим, по рыхлому снегу. Мы тут с Евгением, кстати, пришли к тому, что вот на таком транспорте бесполезно ходить за трактором. Знаете, эта поговорка не работает. Рассчитывать можешь только на свои силы. А, кстати, вполне комфортно, я вам скажу. Некоторые джипари лютые, заточенные, так не рулятся, как этот автомобиль. Надо отметить, кстати, очень качественное усиление. Руль крутится очень легко. То есть нет таких размашистых движений, опасных, как на грузовом транспорте. Впереди нас с вами, друзья, ждет самое опасное. То, куда не рискнут, сунутся владельцы даже самых крутых внедорожников, нас сегодня ждет. Настоящая бобриная плотина. Буквально в километре от населенного пункта, где бобры живут всей своей дружной семьей. Сегодня идиллия эта семейная будет нами нарушена. О, а теперь мы поплыли. Надеюсь, скоро зацепим где-нибудь грунт. Вау, круто, я проплыл! Сейчас мы объедем эту заводь и попытаемся заехать с другой стороны, чтобы воды было побольше, чтобы можно было плавучесть всю показать. Красота! Единственное... Ох! Ямочка! Единственное, боюсь, если честно. Вот это аттракцион! Можно же катать городских жителей, показывать. Ребята, вот смотрите, что можно делать. Люди, которые конструируют такую технику, заслуживают высшей похвалы. Это правда круто, когда ты можешь позволить себе проехать там, где никто не проедет. Я лично получил максимум удовольствия. Сейчас пойду плавки выжимать. Не видишь... ПОПЛАСЫ КАШЕВЙСНО casкой Продолжение следует...